Безденежье и отчаяние вывели на акцию протеста медиков из Смелы в Черкасской области. Персонал медсанчасти, которую чиновники лишили финансирования, в третий раз перекрыл трассу. Удалось ли им в этот раз достучаться до чиновников? Продолжит Станислав Кухарчук. Это отрезок дороги на выезде из Смелы. Сегодня полдень здесь нереально проехать. Трассу перекрыл персонал местной медико-санитарной части. Масштабного затора удалось избежать. Полиция подготовилась к протесту. Транспорт пустили в объезд. Иного выбора, говорят медики, нет. Они уже пятый месяц без денег. Нужны, похоже, только пациентам. Ежегодно медики обслуживают до 7 тысяч жителей райцентра. Их в начале этого года местные власти перевели в городскую больницу, лишив таким образом медсанчасть права на госсубвенцию. Хотя та продолжает работать. А пациентов меньше здесь не стало. Медперсонал устраивает уже третью акцию. Безрезультатно. В предыдущий раз к ним даже приезжал исполняющий обязанности мэра города. Было предложено, что дадут нам в долг город даст денег. Мы проконсультировались. И они проконсультировались. Нельзя так сделать. Это противозаконно. В этот раз городской голова наблюдал за акцией только с билборда. На перекрестке. На рабочем месте его тоже не оказалось. Заместитель же посоветовал медикам выбивать зарплату в Киеве. Хотя еще в 2015 кабмин передал медсанчасть на финансирование местному бюджету. Но город на баланс принял только помещение. Тем временем Смелянская прокуратура по факту невыплаты зарплаты открыла уголовное производство. Хотя кто должен медикам почти полмиллиона гривен, следователи ответить затрудняются. С начала года в медсанчасти накопились долги не только по зарплате, но и за коммуналку. В конце мая им отключат электроэнергию. Единственная надежда на народных депутатов. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении медсанчасти номер 14 госфинансирования. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.